От лепрекона не уйти, а попытаешься сбежать? Сегодня ночь? Ах, Вильям, глупый Вильям. У тебя грязные башмаки. Что ещё ты задумал? А ты не знаешь, какой сегодня день? Сегодня такой же день, как все остальные. С тех пор, как я попытался украсть у тебя горшок с золотом, сегодня праздник Святого Патрика. А, и значит твой день рождения, да, но сегодня у лепрекона особо день рождения. Сегодня мне тысяча лет, и сегодня я могу взять себе невесту. Кто выйдет замуж за такого уродца, как ты? В этих краях живёт прекрасная девица, губы у неё мягкие, лицо белое, грудь у неё пышная. Она для меня лучшая пара. Их, как же ты попытаешься её обмануть и заманить в свою сеть? Очень просто. Раз чихнёт, два чихнёт, а на третий раз чихнёт, моей невестой станет. Чихнёт три раза, да. И если никто не спасёт её душу, сказав «Будь здорова», то она моя навсегда. Тогда я, значит, буду и её рабом? Нет. Как только она станет моей невестой, ты, мой раб, получишь свободу. Ты ведь любишь свободу, ты знаешь, для меня нет ничего дороже свободы. Но почему я должен тебе верить? Даю тайную клятву малого народца. Когда я поженюсь, ты станешь свободен. Моя избранница, моя невеста. Да будет благословенно твоя свадьба. Не знаю никого, кто мог бы помешать этому союзу. О, умоляю тебя, повелитель. Что тебя беспокоит? Она недостаточно для меня красивая. Эта девушка моя дочь, правда? Значит, мы породнимся. Прошу тебя, хозяин, повелитель. Клянусь тебе, я найду тебе такую же прекрасную девушку, как она. Не волнуйся. Нашу первую брачную ночь, я буду с ней ласков. Ещё раз чихнёт, и ты обретёшь свою драгоценную свободу. Будь здорова, дитя моё. Жалкий глупец. Ты думал, меня можно перехитрить? Меня, великого хитроумца. Что ж, может быть, ты спас свою дочь, Одэй. Но через тысячу лет, в свой новый день рождения, я вернусь и возьму невесту из её же рода. Поздравляю тебя с праздником Святого Патрика.